Всех приветствую, сегодня у нас вот смотр First Mode для Resident Evil 2, вот добавили, так сказать, рукодела талантливые, захотелось посмотреть что это такое, все мы помним, вот кто любит Resident Evil, игра была такая Gun Survivor на PC-1, на PC-2 была серия, потом был Chronic Umbrella, была еще Darkside Chronicles тоже от первого лица на Nintendo Wii. Прикольная серия игр, где чистый тир такой рельсовый, но довольно круто реализован вот в этой вселенной, и вот захотелось посмотреть как это будет выглядеть тут, мне кажется будет похоже на семерку, то есть на седьмой Resident, но типа повеселее. Причем я хочу загрузиться, посмотреть кое-что, что я давно хотел посмотреть, чтобы найти правду Леона, Леон 31. О, канализация, что у нас такое? О, смотрите кого я встретил, ну, скажем так, это не то, что я сейчас хотел увидеть, я так понимаю, у нас вид от бровей Леона. Да, ну все, потом нормально переключается. Игра, кстати, отлично, советую пройти, ну, как минимум, два прохождения, то есть Азо Леона и Биза Аклэр или наоборот. Ада здесь, наконец-то, углит, как азиаточка. Ничего не вы, уберу я вот эту, поеботи, у вас ее не видно, скорее всего, она менюшная. А что-то Ада уже у меня голенькая ходит, странно. Ну, в общем, вот такой, да, сюжетный поворот, но мы здесь не за этим, поэтому прокручиваем. Теперь нам дадут за Аду поиграть. Ой, какая она... Страшные, не обрисованные внутри. Я совсем хотел не это, ребят. Сейчас увидите, что будет. Так, это у нас что? Так, это у нас регулятор длины. Это, типа... Вообще не понимаю, что такое. Так, 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 так. Так, тени можно убрать, вот это радует. Можно... Ох, ха-ха-ха. Смотрите, ребят, теперь мы за ботинок играем. Всегда мечтал за женские ноги быть. За Виапон нужно, я так понимаю. Ой, какие страшные пальчики. Издевательства над игрой, да, сейчас происходит, но я еще и не пытался просто настроить. Уже понимаю, что это надо было сделать вне записи видео, но кто знал, что все так сложно. Давайте все-таки вернем стандартный хет. Вот, смотрите, смотрите, получается. Ну все, ну все, ну все, ну все. Я пойду сейчас кое-что делать, ребят. Не отвлекайте, не отвлекайте. Я передумал снимать видео. Так, я закончил. Ну разработчики нам об этом не рассказывали, ребят. Реально, они нам об этом не говорили. Я не знал, что так можно. Это шикарно, шикарно. Все, я включаю это меню, оно больше не нужно. Не, блядь, я не смогу так играть. Давайте, да, что-то я слишком возбудился от этой игры. Поэтому мы начнем за клейер новую игру. Посмотрим, как оно вообще должно выглядеть все. Ооо. Так, выбор сценария, новая игра. Давайте, да, за клейер, клейер, редфилд. Давайте на стандартном. Но я на самом деле сомневаюсь в себе немножко, потому что, ну, мне кажется, оно не подстроено под это управление. Я вот уже заметил, что все коряеменько. Давайте прокрутим. Не видел, кстати, как она приезжает. Я за клейер Эй, прохождение не делаю. А, то есть она, ну, как в классическом резиденте, то же самое. Вернусь, найду Криса. Я вот хочу первого зомби убить, посмотреть, как она лучше. Так, здесь, ой, здесь я сейчас то же самое сделаю. Я понял, зачем этот мод сделан. На самом деле он не для того, чтобы видеть через оружие. Блин, тут не видно. Надо голову сильнее наклонять. К сожалению, я уже закрыл панельку. Блин, ребят, ну, смотрите, ну, другая игра просто перед нами. Мне, конечно, чуть-чуть FPS упало из-за того, что я... Видео еще снимаю, но... Так, игра отлично оптимизирована. Есть кто-нибудь? Блин, ну, теперь захотелось перезапустить игру, заново настроить это окошко, и сану вылезет. Видимо, лады просто сиськи больше, поэтому... Блин, вообще найс. Единственное, знаете, ощущение, как будто играешь за какого-то неповоротливого... мужелана. Так, блядь, вот я чуть-чуть разглядел. Ну-ка, 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 ну-ка. Шикарно, шикарно. Вау, прикольный швит, так переключается резко. Все под контролем, мэм. Ээээ... О, боже. О, какой красавец. Смотрите. Даже удобнее вот в плане стрельбы. Все, готов. Он, на самом деле, встанет потом еще раз. Я точно помню. Вполне удобно. О, да-да-да-да-да. Погнали дальше, посмотрим. Хе-хе. Блин, это реально страшно становится. Вот от первого лица это превращается в седьмой резидент, только по-настоящему страшно. А не вот это вот. То, что мы видели там. Дом с какими-то псевдозомби. Классический Леоновский костюм даже. Зацените. Он, кстати, мне больше нравится как-то. Стильнее гораздо вот эти белые рукава еще. Футболочка с длинным рукавом. Сейчас такие уже никто не носит. Ох, черт. Сейчас бы вот Gun Survival дайте такую, чтобы всех их расстрелять. А патронов ни у кого нет. Негрила. Ой, точнее, Негрила, извините. Афроамериканец. Нельзя такие слова говорить. Я хотел сказать, он с реки Нигер. Вот, что я хотел сказать. Знаете, такая река есть в Африке. Вот я ее имел в виду, конечно же. Машинки, вот, кстати, старые тут. Вот, что я заметил. Вот, вроде 98-й год, но полицейские машины уже тогда современные были. Никто на таких не ездил. Она выглядит как Волга какая-то, 21-я. Ну, я не разбираюсь у них. Ну, короче, вы поняли. При этом в машине компьютер. Нет. То есть, вот такая вот тема. Ну, это хорошо, что мы нашли друг с другом. Я не знаю, что вы ожидаете. Дураки, конечно, они поехали в Раккун-Сити вместо того, чтобы свалить. Давайте прокрутим нахер. Внимание гражданам в связи с городской эпидемией. Призываем вас укрыться в полицейском участке Раккун-Сити. Чуть-чуть они, кстати, до центра не доехали. Вот там все это закончится. Полицейские машины не больше. Они знают что-то. Да, но... Что за единственные, у которых нет врагов. Нет, есть врагов. Это большая город. Там должно быть. Как столько машин может быть в одном месте? Это же пригород, грубо говоря. Раккун-Сити. Здесь пиздец какой-то. Кому-то просто пробка была большая, и все превратились в зомби. Согласен. Побежали. Ну, сейчас у них фура стукнется. Классическая сцена. Классическая сцена. Короче, да, там палился бензин. Давайте прокрутим. Я чуть не пересрался. Ой, ребята, посмотрите на этот пешок. Че он там еще? Пипец, просто пипец, ребят. Вот такой резидентилу бы я хотел, знаете, в котором реально надо выживать. Бегать по городу, там аптечки собирать какие-нибудь. Блин, лагает что-то сильнее из-за этого Мадана, на самом деле. И не трогай меня. Не, ну, посмотрите, ребята, это прям класс. Блин, посмотрите, это погружение просто максимальное. Вау. Просто вау, ребят. Спреи вот. Ключи, кстати, можно выкинуть. Не знаю, наверное, вряд ли буду, конечно, с этим режимом играть. Это охренительно погружает. Кому-то вы VR-чик играете, знаете, такой, с камерой. Но... Ну, вот это не очень удобно, потому что игра под это не запилена, к сожалению. И сетчики клэр не видно. Если бы мы играли за аду, то вот это был бы другой вопрос. Еще если выпустят нут-мод, ну все, я тогда буду игру эту десятилетиями перепроходить просто. Как бы, что еще нужно? Вон, посмотрите, ребят. Ну, это как бы... Причем текстурки, видите, они не мыльные, они хорошо прорисованы. То есть, он, смотрите, видно скрипку вот этого барана. Вот, не Мальцова. Кто говорил, там в рейс-тенте у Мальцова, вы на консолях играете, ребят. Это не Мальцова, посмотрите. Ну, вот это, да, не очень, но... Смотрите, какая плитка, она почти как в реальности. Смотрите, следы какие, блядь. Диван вообще, вот смотрите, он реально на школе такие вот стояли. Ой, стул как у меня старый. Только у меня синий вот такой был. Прикольно, прикольно, я хочу сказать. Так, у меня еще и пистолеты есть, вроде другие там. Да, вот эти вот модели Криса. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вау! Берета даже прикольнее, на самом деле, я зарядил, смотрите. Прям вообще супер. О, круто. От первого лица я бы не выдержал в первый раз проходить. Сейчас-то я знаю, где зоне. Вау! Посмотрите, какое погружение просто. Там даже вот зомби труп пока не валяется. Они, я знаю, пойдут и там вот через окна полезут. Прям охуенчик, смотрите. Действительно, неудобно, что трясется все. Чувак встанет потом, по-моему. Зарядим. Так же вот непонятно, что это, почему они не связались с правительством. Смотрите, вот тут куча всего, они так не связались. Ну, короче, ребят, вы поняли, в принципе, что за игра. И что, попробуйте поиграть с модом от первого лица. Расскажите о своем впечатлении, как вам удалось ее пройти. Потому что, мне кажется, что это прикольно, но не очень удобно. Потому что я проходил игру два раза, я могу сказать точно. Ну, выглядит очень круто. В 10 раз прикольнее, чем от третьего лица. Реально. Так что, всем спасибо, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравился мой контент. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...